пацаны здорово короче забрал одну цаску короче и дожидался ее чтобы снять один видос он посвящен будет автономной энергетики да ну опять таки я вот акцент делу на караван но вообще можно этот этот опыт перенять не только там для каравана это касаемо независимого автономного энергообеспечения да там при использовании там солнце до солнечных панелей и сопутствующих товаров короче видос называется скупой платит четырежды слушайте вот то что там говорят скупой платит дважды да это пиздеж полная мой личный опыт если дважды заплатил скупой это считать что ему дано абзац как повезло вот смотрите я вам сейчас покажу одну коллекцию и дальше объясню в чем суть видоса сейчас секунду короче вот видим вот это вот все это вот это набора блять из 5 контроллеров да короче сейчас я там вот расскажу детально смотреть тут история будет начинаться вот с этой херни и заканчивается вот этим сейчас ставлю блять экшн камера нужно по-любому точно да не крастер верно говорил смотрите короче решил я снабдить караван независимый энергии до солнечный там купил когда там в польше там дешево там ну пару говняных панелей их уже спулил других я взял ну не суть не о панелях история для них нужно что нужно да для солнечных панелей нужно панель контроллер который будет отвечать за заряд аккумулятора там да там контролировать там чтобы не проседало напряжение чтоб лишнее не шло с панели и давать на уже на линию на пруд вот контроллер я искал 20 амперный 1 из категории знаете сортировка по цене от дешевых дорогим купил вот эту херовину не помню там приблизительно что-то там от 6 до 8 долларов цена его с доставкой с алиэкспресс я сейчас уже не вспомню год назад им пользовался не вспомню всех деталей но исполнял он там выше крыш у меня не сильно мощный инвертор когда его подключала мне показывал перегрузку порой с панели там шло там напряжение там понятно выше 12 вольт там значительно да он мне там выдавал на линию там по 16 по 17 вольт и так далее там вот эти режимы там я ими вообще не пользовался это вот на включение выключение освещения когда солнце зашло вот короче вот эти вот тут индикация там по трем этим по трем диодом они там меняют на свет свечения короче говнище редкостные более того скажу вот тот кто знаком с электроники немножечко хотя бы да знаю что нагрузка 20 ампер это внук принципе уже что-то из себя представляет для этого нужно вы на выходных участках там транзистор его микросхемы чтобы это не было там силовое нужно более-менее приличное охлаждение вот здесь вот здесь радиатора нет вот это херовина это просто кусок черной пластмассы вот после этого я начал искать контроллер опять-таки сортировка по цене ну что-нибудь поприличнее чтобы не тестером тыка чтобы видеть что идет на панели и взял что-то уже покруче за 17 долларов или за 19 примерно в этом диапазоне 30 амперный вот он здесь есть дисплей который показывает какое напряжение идет да и есть юсб можно там подрубить ну и люби мне нужно я там видеонаблюдение подрубой обычно этой байде вот в какой-то момент летом я у меня возле двери висит весело я обратил внимание что на нем показывать 17 вольт я подумал что может быть диспанель идет 17 вольт но в паспорте это было написано что не более 14 с половиной вольт у него ограничение по напряжению что он подходит даже на гель в аккумулятор а у меня гель вы стоит я тестером ткнул линию нагрузки сети тоже показал 17 линию туда куда подключать аккумулятор тоже 17 и охуел я понимаю что я просто убиваю свой аккумулятор может пойти отслоение геля и так далее короче говоря так как уже время там защиты заказа истекло я написал претензий конечно продавцу не там что-то там предлагался этом видео чтобы ему показал действительно это так а тогда каста осень была уже там солнце больше там так не появлялась короче оплюнул на это вот и я вот общаюсь с ребятами там есть много умных ребят по этому направлению я тогда начал общаться таким димой вот у него там есть сайт посвящен энергетики до солнечной энергии но и не только альтернативе пилинг точка ру да у него есть там видео канал на youtube я там достаточно такой интересный для себя информации почерпнул хотя я сам электрик электронщик мы больше электрик и то есть как бы для меня ну я имею представление да там как работают приборы и так далее вот но не во всех вопросов достаточно сведущ был вот я ему написал димон что делать горе может не взять поставить там какой-то стабилизатор интегральные до ограничить напряжение дима мне посоветовал сказал что из так называемых шим или pvm контроллеров есть такой контроллер solar вот он довольно-таки бюджетный довольно-таки неплохой и опять-таки по своей конченной привычки тупой подешевле сортировку да мне вылез вот этот контроллер смотрите он тоже 30 ампер я вам просто сейчас покажу сравнение 30 ампер вот это 30 ампер и вот это и блять просто посмотрите разницу до габариты и разница вот здесь пластиночка алюминиевая а здесь нормальный хороший ревристо радиатор когда он пришел я понял что да это больше похоже на 30 ампер вот дима мне его посоветовал почему потому что он зарекомендовался в принципе как неплохой контроллер из шимов или pvm как его называют и в нем есть настройка выходного напряжения на аккумулятор можно руками самому отстроить то напряжение которое нужно там по паспорту дам на кум вот но так как я опять-таки жлобился на самом деле мне дима советовал такого типа контроллер и он ну получше этот в принципе тоже неплохой но этот чуть чуть лучше у него он более скажем так но он лучше работает и более информативный дисплей здесь чтобы некоторую информацию смотреть нужно пролистывать кнопкой каждый раз а здесь сайфа как бы на дисплее кнопками тут только настройка идет и включение отключения все надо вручную сети вот когда я понял что я все-таки взял не то вот не что-то не спокойно мне с этим было я решил взять то что мне советовали я решил что 30 ампер мне мало я решил взять сороков кстати вот этот вот за этот я дал где 35 37 долларов вот я захотел взять сороковку я искал ну понятно тоже сортировка по цене вся херня но из разных продавцов у которых всех там допустим приблизительные ну рядом ценой 40 ампер нас таких саларов да я выбрал вот одного продавца потому что вот здесь вот юсб у всех 500 миллиампер заявлено не знаю насколько здесь правда не проверял еще мне пришел недавно вот не тогда долго постоял здесь было заявлено что здесь на 1500 миллиампер ну не то чтобы они мне надо но лучше больше чем меньше вот него я заплатил 45 долларов и когда мне его уже отправили я понял что я вообще некомпетентный не то что жадный но еще и тупой идиот те туда любит патруль и час как раз будет темы для обсуждений вот почему опять таки это пвм здесь написано мппт но функция мппт тут можно сказать нет я ну не буду там какие-то глубокие алгоритмы вдаваться тем более я их там полностью глубоко не знаю вот но объясню разницу до такую поверхностную между мппт и пвм вот этот пвм да запомнили у него мне уже отправили и вот после отправки я понимаю что мне вообще нужен пвм объясняю почему панели на сегодняшний день у меня стоят 24 вольтовые то есть они могут давать достаточно достаточно напряжения и мощности на систему 24 вольта но моем караване 12 вольтовая система вот но это не критично нет 12 вольтовый трансформатор стоит мне 12 вольтовая система более удобно вот но при этом как бы панели 12 24 вольтовые это неплохо я считаю что даже хорошо то есть они уже начинают работать для моей системе системы гораздо раньше чем работали бы 12 вольтовые у них скажем нижний порог освещенности будет ниже вот потому что допустим панели там под 20 по 12 вольтовую систему они допустим у них максимальные допустим напряжение будет там 17 20 вольт в моих там где-то там 30-35 я не помню то есть понимаете за что и те как бы они будут раньше дадут рабочее напряжение ну вот и почему как бы когда его отправили я понял что мне нужно вообще нппт почему у нппт есть такая особенность он излишнее напряжение способен конвертировать ток то есть у меня две панели по 24 вольтовую систему каждая по 260 ватт с максимальной отдачей это 8 с половиной ампер каждая каждая вот и если подключить их мппт все лишние там скажем так вольтаж они конвертируют ток ну только и суммарно если так у меня восемь с половиной ампер максимальная 1 дает до стандартном режиме да это должны 8 16 17 ампер примеру да то мппт еще произведет конвертацию лишнего вольтажа и докинет еще ампер мы можем получить там 25 уже ампер вот когда мне его уже отправили это понял и понял что я долбоёб мои видео кстати не смотрите с детьми я как бы не особо морочусь насчет этики и лексики вот и в итоге я заказал вот этот вот он есть там мэйк со вблю или как там под таким брендом у меня тут нету бренда но это одно и то же это уже мппт я себе брал 50 амперный запасом дал там где-то там 110 112 что ли долларов вот был как было размышление взять может быть российский фотон как бы пару человек я знаю который ну как бы общался с которой использовались фотоном вроде бы как бы хорошего но больше я людей нашел которые тоже пользовались и были плохие отзывы и там потом обошелся долларов 80 90 к примеру да вот этот 40 амперный бы тоже бы обошелся мне долларов 80 я уже решил в этот раз не жлобиться а взять запасом потому что планирую там подрубать инвертор довольно таки мощный и пока еще не решил буду его через через инвертор через контроллер делатель напрямую таком еще не решил но так что ребят смотрите купой платят не дважды если дважды заплатил это очень сильно повезло купой платит вот моем случае пяти рижды четырежды пяти рижды короче 5 контроллер и их динамика сейчас еще раз покажу начиналось от примерно 6 6-8 долларов и закончилась где-то 115 долларами вот вот этот хлам не знаю кому идти или подарю или если получится продам этот может быть продам недорого незнакомый занимается кемперами вот это доставлю в резерв потому что хороший контроллер а вот сейчас буду ставить пока не знаю как он будет там работать что там кому будет интересно вот по этой теме я уже типа типа уже там подрастаю как бы в понимании тех или иных аспектов по чуть-чуть не сильно пока очень много консультировать с ребятами вот так что если чё пишите удачи всем не болеть не повторяйте моих ошибок